Мне в личное сообщение присылают множество идей различного типа и кучу просьб о рассмотрении сборок различного содержания, но честно скажу, большая часть присылаемых вами сборок не сильно уж и отличаются друг от друга, но вот этот человек, который мне прислал в личку данную сборку, очень меня заинтересовал. На ютубе я уже видел обзор на это, но мне этого недостаточно. Я хочу посмотреть своими глазами, что она из себя представляет, на чем конкретно она основана, какие программы там используются и указать на ошибки, которые существуют в этом... нечто. Все мы прекрасно знаем, как выглядит Windows 7, мы даже рассматривали историю ее разработки, по крайней мере пытались это сделать в прошлых видео. Попыток повторения дизайна Windows 7 в других OS в свое время было очень много. Оригинальная система так-то была очень популярной, и большинство этим когда-нибудь промышляло. Изначально я не хотел делать обзор на эту сборку, но после 5928 часов глубокого раздумья я все же решился это сделать. Поэтому предлагаю уже не тянуть кота за хвост, и давайте наконец-таки приступать к смотру этого творения всемирного масштаба. Сам ISO-файл сборки размещен на Google Drive и весит 3 гигабайта, но при этом описание проекта как бы находится на Archive.org. Автором проекта, вероятно, является пользователем с ником Ожас. Это опять же, если опираться на данные сайта Archive.org. Ну а мы переходим по ссылке и скачиваем архив с образом. Пришло время запуска. Загрузочного экрана в этой сборке здесь нет. А, стоп. Он есть. Просто логотип на экране загрузки на стик 1 художественный фильм. Программа установки в этой сборке изменена и сделана в стиле Windows 7. Даже копирайты в установщике сменили на 2009 год. Но если нажать комбинацию клавиш Shift плюс F10, то открытая командная строка сообщает нам, что здесь запущен Windows PE версии 6.2 и сборки 8176. Мне кажется, или это как-то слегка странно брать Windows PE из бета-версии Windows 8. Чем дефолтный не вкатил, не ясно. Но докапываться на этом месте смысла не вижу. Можно начать установку. Знаете, я очень поражен тем, насколько детально восстановили стиль установщика Windows 7. За это, конечно, автору лютый респект. А в качестве основы, скорее всего, здесь используется установщик из Windows 8.1. На что мне намекает дата изменения и создание файла setup.exe. 21 ноября 2014 года. Ну что ж, ставим. Здесь все абсолютно привычно. Такие же тап-установки и такие же проценты. Во время первой перезагрузки мы снова видим колесико загрузки без логотипа. И потом перед нами появляется этап настройки из Windows 7 и быстрое мерцание 10 окон командной строки. И во время появления окон командной строки я заметил, что там уже применена тема из Windows 7, что сходу не очень радует глаз. После всех этих настроек перед нами появляется что-то типа OBE или же Out-of-box Experience. Здесь нам предлагают ввести имя будущего аккаунта и пароль к нему. Ну и сзади имеется фон из Windows 7. Куда же без него? Мне очень нравится забота о пользователе, который предоставил автор сборки. Я могу не проходить первоначальную настройку и полноценно смотреть на фон, просто нажав на него. Ну, конечно же, так изначально явно не задумывалось, ибо фон здесь прикручен на отдельное полноэкранное окно. Однако автору за старания приблизиться к оригинальной первоначальной настройке поставим 2, а если серьезно, то крепкую четверочку. А мы продолжаем. После ввода имени мы опять мельком видим кучу командных строк и переходим к этапу настройки системы обновлений. Все как в Windows 7. Нам предлагают выбор, что делать с центром обновлений. Оставить все как есть, либо отключить все далеко и надолго. Забавно, что здесь заблокирована возможность вызвать командную строку сочетанием клавиш Shift F10. И такое чувство, что мы все-таки в аккаунт вошли. Какой-то аккаунт, который уже был заранее создан, и на котором держится первоначальная настройка. Но нам об этом просто не сообщили. Но кто знает. Ну а так, первоначальная настройка по дизайну сделана, на удивление, вполне сносно. Я думал, будет хуже. Завершаем первоначальную настройку, и... нам сообщают, что система будет перезагружена через одну минуту. Что за бред? Почему я обязан перезагружаться после прохождения первоначальной настройки? Почему нельзя сразу это все применить? Человеческий экран блокировки и приветствия здесь заменен на его консольный вариант. Входим в систему, и мы видим полноценный рабочий стол из Windows 7 и... Плашку из эпохи Windows 8. А можно поинтересоваться, что я вообще скачал? Если серьезно, то нам здесь просто сообщают, что обнаружена новая сеть, и можно ли этому компьютеру показываться другим компьютерам, которые подключены к этой самой сети. Сегодня я очень добрый, поэтому я разрешаю показывать мой компьютер, мои кухонные микроволновки и моему белому чайнику. По интерфейсу тут не придраться. Все та же кнопка сворачивания окон, тот же шрифт. Но все же есть некоторые вопросы. Если мы нажимаем на кнопку подключения к интернету, то почему мне показывается плашка сети из Windows 8? Я думаю, что подобное из Windows 10 смотрелось бы куда менее палевно. Что за две пустые иконки, которые не нажимаются, но одна из них потом просто исчезает? Ну и там еще кнопка пуск расположена чуть ниже, чем обычно, но это просто нечто иное, как банальная придирка. Перейдем к меню пуск и программам. И здесь вообще все идеально. Меню тут построено практически так, как в оригинале. Вот вам и стандартные игры, и XPS Viewer. И классический центр обновлений Windows Update. Старый просмотрщик фотографий. Windows Media Player из 2013 года и диспетчер задач. Да тут даже вернули страницу, приступая к работе. И даже интересно. А ей кто-нибудь всерьез пользовался-то? И вы думаете, что по программам тут все? Нет. А как вам Windows Media Center и поддержка гаджетов рабочего стола? Только лично я не понимаю смысла гаджета в 2023 году, но да ладно. А это нормально, что когда я хочу перетащить окно выбора гаджета, то оно сразу лепится в левый верхний угол? Листая список гаджетов, мне даже как-то удивительно видеть на них копирайты конца 2010-х. А что по темам? Все как обычно. Темы из Windows 7 на месте, тематических звуковых схем здесь нет. Как и стоковой классической темы. Теперь мне кажется, что сейчас самое время показать одно из самых смешных вещей здесь. Если мы тщательно рассмотрим панель управления, то мы увидим, что здесь нет пункта для настройки экрана и его разрешения. И как же быть? А легко! Правая кнопка мыши по рабочему столу, выбираем Screen Resolution, и вот, пожалуйста, перед нами окно настройки экрана из старых Windows NT. Без комментариев. Как вы могли раньше заметить, в списке программ меню пуск можно было заметить папку Twix и находящиеся в ней маленькие БАД-файлы, которые регулируют размер панели задач. Но зачем это было сделано, это вы узнаете попозже. Ну а сейчас пришло время рассказать о том, из чего это всё состоит и вообще, какие внутренности. В этой сборке в качестве Windows PE используется бета-версия Windows 8, а именно, если кто-то забыл, NT 6.2 Build 8176. Но как себя идентифицирует уже установленная система? Если открыть WinVR, то мы увидим, что система себя идентифицирует как Windows 7 Enterprise с версией ядра NT 6.1 и сборкой под номером 7746. И об этом сообщается везде. В свойствах системы, в командной строке, в MS Info32 с кое-каким подвохом. Но вот AIDA64 всё ставит на свои места. Твёрдо и чётко нам сообщается о том, что перед нами самая классическая Windows 10 Folk Retros Update, или же Windows 10 17.09. Вы можете меня спросить, если же это полноценная Windows 10, то где UEP-приложения? Они где-то очень сильно спрятаны? Нет, UEP-приложения здесь не спрятаны. Они здесь яростно выпилены. Если в стандартной поставке имеется приложение часов, параметры и магазин Windows, то в этом чуде подобного не будет вообще. Ещё система спросит, а как мне это открыть? А при открытии приложения параметры, платформа UEP инициализируется, и окно показывается, но при этом сразу же вылетает. Ещё позже сопровождается ошибкой, имя папки неверно. И именно поэтому в меню пуск имеются батники с твиками, которые включают какой-либо функционал или регулируют какие-либо настройки, которые в классической панели управления Windows 10 просто нету. Идеальную тему управления обеспечивает какая-то скачанная тема для Windows 10 в стиле Windows 7, но при этом ещё приправлена другой темой с помощью программы Windows Blinds. В качестве меню пуска здесь служит программа Start is Back с соответствующим скином. Блокировкой комбинации клавиш Win, Tab и Ctrl-Shift-Escape занимается скрипт к программе AutoHotKey. Сейчас, я думаю, пришло время протестировать здесь какой-либо софт. Допустим, я изъявил желание установить какой-нибудь браузер. Да не один, а целых два! Ими будут Firefox и Google Chrome. Что в Огнелисе, что в Хромом наблюдается одна и та же проблема. Кнопки управления окон в этих приложениях работают некорректно, а Windows Blinds поверх этого ещё пытается свою тему налепить, что только более усложняет экспириенс. Аудиоплееры здесь почти работают. Какой-никакой офис вроде тоже. Но знаете, на софте и тестировании на виртуальной машине я не остановился. Я решил это творение запустить на своём основном компьютере. Представлять данный компьютер детально я не буду, так как о нём я раньше рассказывал, поэтому у вас с огромной долей вероятности должно быть хоть какое-то представление об этом ПК. А если кто-то не знает, то скажу кратко. Intel Core i7-10750H и 8 гигабайт оперативной памяти. И данная система на этом компьютере заработала, и это в принципе неудивительно. Windows 10 так-то под капотом. Вроде бы разрешение крана в 1080p, звук вроде имеется. Вот только Wi-Fi не нашёлся. Но это спокойно решалось подключением Ethernet кабеля. Но установить драйвер дискретной видеокарты у меня не получилось. Пробовал как и версию для Windows 10, так и для Windows 7. Версию GameReady и Studio Drivers. Ну мало ли. В итоге мне Nvidia сообщает одно и то же. Твоя система полурак-полутумба, установка продолжена не будет. Тут я даже не знаю, что мне сказать. В принципе, в такой ситуации это справедливо. Что тут можно сказать в итоге? Честно говоря, я даже и сам не знаю. Вроде бы и прикольно, автор молодец, красавчик. Но вроде бы и жесть, много недочётов и вот таких вот приколов. Я понимаю, что этой сборкой вряд ли кто-то будет пользоваться на серьёзных основаниях. Хотя я могу в этом естественно ошибаться. Но, как попытка переделки интерфейса системы в стиле Windows 7, она вполне нормальная, пусть и имеет некоторые недочёты. Однако, в большинстве таких сборок есть один маленький минус. Откройте командную строку и введите sfc.scan.now. Перезагрузите систему и вот, часть всех изменённых файлов восстанавливается в стоковое состояние. В принципе, больше сказать уже нечего. Я предлагаю поставить лайк, если вам понравилось данное видео. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новый интересный контент. Ну и напоминаю, что у меня есть и другие видео на канале. Спасибо донатерам, которые поддерживают канал и вам всем за просмотр. До новых встреч!